Вы комментируете эту сумасшедшую встречу, где-то даже, возможно, жалко, что бразильцы и Na'Vi в финале, возможно, увидели бы этих игроков. Итак, Ленин, этап у микрофонов, и как ты думаешь, кто победит? Коэффициенты очень равные? Привет! На самом-то деле коэффициенты в пользу американской сборной, не просто так, их состав выглядит очень впечатляющим. Да, конечно, не увидим мы в этом шоу-матче Гвардиана, который играет в гранд-финале, я уверен, что за него проголосовало очень большое количество болельщиков. Ну и вот веселый Хико Кеннис, понятно, что все довольны, пусть не всем повезло на этом чемпионате, и тем не менее грустить в такой момент не стоит. Короче, кто победит? Из того, что я видел, 1.8, 1.8 там с копейками, и в принципе где-то очень даже равненько. Уже, да, было на самом-то деле 1.5 на американца, вот если бы я видел, можно было бы зацепиться. Ну и Симпл Александр Костелев, герой, наверное, этого чемпионата, почти, почти, героя не хватило буквально немного. Не знаю, как парни спали этой ночью, представители команды Ликвид, но спали ли вообще действительно, но вчера вот, точнее сегодня вот рано утром, конечно, два таких сумасшедших матча проиграли, две выигранных, почти выигранных карты, но опять же, в КСе нужно брать 16, а не 15 раундов, вот если поменяются когда-то правила, то может быть, но не сегодня. Отличный шоу-матч должен быть, все-таки новая карта, возможно, совсем скоро, уже в этом году, даже нам придется очень много играть на этом чемпионате, в Counter-Strike, точнее, на разных чемпионатах карту Денюк. И знаете, что хочу сказать, что, в принципе, сейчас вот, давайте посмотрим, кто здесь самые главные рвачи, потому что, в принципе, это где-то будет матчмейкинг такой себе, только с топовыми игроками. И тут, конечно, будет решать Симпл, например, со своим АВП и любым девайсом, например, тот же Хика, тот же Ника, тот же Рейн, тот же GetRight. Да все, все, не просто так, это матч всех звезд, понятно, что все здесь должны умирать, убивать друг друга, ну, в хорошем, конечно, смысле. Майки Лилли, кстати, играет с Рейном, со своим бывшим тиммейтом, как и отметили аналитики сегодня ночью. Майки Лилли заявил, что уходит, и бросили намек, что собирается он уходить в какую-то американскую команду. Ну, только что я хотел сказать, что Европа представляет 4 команды, но тут теперь, может быть, уже и 5, если Майки Лилли совсем скоро уйдет. Ну, наверное, охота на снайперов сейчас объявлена, и, в принципе, любой снайпер из любой другой команды сейчас сможет оказаться именно здесь. Ну что ж, матч начинается, друзья, поехали. Что у нас будет? Европа атакует. Ну и подсадка вот такая вот на бочку, на скалу, и проход по девятке. Девятку, кстати, сделали на новом Нюке очень длинной. Этим, конечно же, атакующая команда пользуется Скадудл. Вот так вот делает минус по Рейну. Ну и сразу же ответ в ангаре. Майки Лилли забирает Скадудла. 4 в 4 ситуация. Бомба где-то упала на зелье дюсимпл. Приходит с успом минус 2, и атака в меньшинстве. Решил все-таки наказать своих теперь уже не земель, можно сказать. Ну и Ника, ого, собрался удивить нас вновь. Уже два минуса по Тарику и Шрауду. Делает боснец. Ну, давайте досмотрим раунд, потому что тоже хороший клачер. Вот Ника уйдет на втором месте после хика, и там один минус всего лишь разницы между этими парнями по клачам на MLG. Посмотрел наверх, забыл о том, что вентиль. Пофиксили, друзья, таки да. Ну, понятно, что немногие игроки играли на этой карте долгое время. И готовились к шоу-матчу. Симпл минус 4. Вот о чем я говорил. Такие парни, как Симпл, вот в таком матчмейкинге топовым будут просто немоверно решать. И этот парень имеет уже 4600. Просто жестко раздал. Ну, а шоу-матч вообще у нас чисто американского формата. Именно, как знаешь, там Восток-Запад они любят чисто представителей клубов. И многие говорили, писали на разных сайтах, на том же HLTV.org, то, что как так, украинец играет за сборную Америки. Но тут чисто по клубам. И, в принципе, это нормальное шоу. И я думаю, так будет даже зрелищнее. А то американцам будет тяжело. Симпл с американцами дошел до полуфинала, поэтому все вполне ожидаемо. И что же мы здесь видим? Форсбай от европейской сборной. Там, к сожалению, представители трех команд у американцев. Потому что, в принципе, бразильцы сегодня играют еще раз. Рейн, как тебе? С тэком? Мне? Хорошо. А вот Симпла не очень. Рейн, кстати говоря, встречается с игроками на радио. По одному даже делает минус на шраут-размен. Правда, европейцы в большинстве. Но не после этого минусом. Так, в этом время заруба в девятке. Китрай дает минус 3 в 2. Остаются европейцы в большинстве. Мы, в принципе, сейчас могут ответить форсом. Слышал, по идее, шрауда. Но не дал то ли инфу, то ли сам решил не выходить. Игрок Европы. И, в общем-то, уже 2 в 2 печальненько. Тяжело. Вот скажи, много ты нюков отыграл? Мало. Наверное, мало. Да, вот я тоже. Смотрим. Хико все-таки реализует свой шотган. Забирает Майкель или Ника 32 хп. В общем-то, очень крутой аимир. Хороший клачер. Сейчас он будет тащить очередной. Знаешь, ну, грубо говоря, особо много чего там не поменялось. Направления те же. Да, есть очень много фишек, которые глобально изменят там все эти выходы. Возможно, какие-то гранаты и так далее и тому подобное. Но, в общем, это тот же старый нюк. И все мы его прекрасно знаем. Те, кто начинал немного в другой КС. В общем-то, добыл этот всегда нюк. И его интересно играть. 2-0. Не справляются с форсом европейцы. Хорошая возможность была. Но вы видели, как доиграли этот раунд американские парни. И, в общем-то, шраут уже 4 фрага набирает и тоже неплохо действует. Интересно, будет ли в этом шоу-матче какие-то шоу-девайсы? Какие-нибудь нестандартные вообще. Да, конечно, должны быть в подобного рода шоу-матчах. Я уверен, мы увидим и Чечню. Там пулемет какой-нибудь, да, и 5 Скара. В общем, здесь может быть что угодно. Ну и, конечно же, Симпл со Скадудлом на сайде, на инсайде. Скадудл, опять-таки, два минуса делает. Кеннис. Ну, тут пока что очень тяжело выходить атаки. Конечно, командная игра за сторону террористов решает очень-очень сильно. В таком шоу-матче это сделать крайне тяжело. Ну и немножечко повторов в исполнении Симпла. Кстати, ребят, если будет время после этого матча, может быть, появлюсь в аналитике, и мы с вами вот разберем и вместе с нашими дорогими аналитиками фэнтези-тим на сегодня. Он довольно простой. Там две команды. Это, конечно же, Люминосити, это, конечно же, Натус Винцер. И из 10 игроков нам нужно будет выбрать 5. Там лучший боец, лучший пистолетчик, снайпер, энтрикиллер и кого-то еще. А я вот свою фэнтези-тиму даже не менялся вчерашнего дня. Я все оставил как есть. Я решил, что это хорошая идея. Есть маленький нюанс. И я решил с нашими аналитиками все-таки разобрать некие вопросы. Кеннис забирает Симпла, и вот он работает, АВИК в атаке. Отлично. Посмотрим, что дальше будут разыгрывать террористы. Пока что видим, вроде бы готовят выход на Аплэнд. Улица вместе, но здесь давит Хика. Ого. Я думал, Кеннис хоть на шоу-матче включится, но нет. Опять же, все не может набрать форму на этом чемпионате товарищ Кеннис. Старик отличный префаер на боснице. И вот она сборная Европы. Терпит фиаско. В очередном раунде за атаку. Гетрайт будет вытаскивать в одиночестве. Два минуса. Талисунда уже есть. Ну и один в два остается. Гетрайт с потерянной бомбой. Наши парни отмечали, что на нюке он очень всегда неплохо действовал. Вообще есть понимание этой игры. Осталось просто поймать новые тайминги, новые фишки проверить. Я уверен, что он будет, как всегда, здесь великолепно действовать. Да и, в принципе, уже, наверное, побегал и знает кое-что о том, что изменилось сейчас. Ну да, мы помним команду НИП на старом нюке. Мы помним, что никто их вообще не мог выиграть на этой карте. Но сейчас... Не увидели. Не увидели друг друга. Ой-ой-ой. Гетрайт продолжает удивлять. Но, конечно, бомба потеряна. Это огромный минус. Под Гетрайта никто не открывается. Это странно на самом деле. Ведь все-таки шел матч. Но нет, Гетрайт тоже действует очень осторожно. Спускается из девятки. Но все-таки там толпа. Там зал должен рветь, болеть за каждый фраг сейчас американской команды. Гетрайт есть минус. Ассист от Рейна. Все-таки Рейн неплохо раздамажил Тарика. Ну и опасная ситуация. В принципе, понимает Гетрайт. Слышит уже своего соперника. Ого! Шраут все-таки застилил этот клатч. Гетрайту делает все же минус по Алисунду. 4-0. Но ты знаешь, на Айстрай можно писать смело. Наверное, Гетрайту почти распетлял эту, казалось бы, безвыходную ситуацию. Так. Ну, неплохо, неплохо. Пока что начинают американцы. Но, в принципе, пока что, может быть, с первого взгляда эта карта будет казаться картой защиты. Но уже на чемпионатах увидим, на самом-то деле, истинную силу атаки. Сейчас я советовал бы ребятам из Европы, наверное, играть попроще. Попробовать какой-нибудь раш Б. Выход на А плент под одну-две флешки. Чтобы было все зрелищно и жестко. Посмотрим. Форс. И так и происходит. Аркада Б. Пуш рампы. Наконец-то давно мы не видели, друзья. Полгода, наверное, пуша этой замечательной точки. Но Тарик к такому повороту готов. Три минуса. И Симпл дает четвертый. В общем-то, пуш рамп провалился. Я вот не понял, чья это флешка была. Это все-таки флешка от защиты уже была с клпы? Либо атака просто вот, ну, так просто жестко выходила без флешки. Попытались там через дымы просочиться. Ну, вы понимаете, чем это обычно заканчивается вот здесь, на Б-планете. Здесь как раз очень важна скорость выхода. Первая четкая раскидка флешек от первого игрока. Ну, и желательно интрики уже от этого парня сразу в лицо. И тогда, в принципе, раунд получается, возможно. Да, вот стоит отметить, что на новом нюке все-таки рампы несколько переделали. Вот этот угол, его закрыли. И теперь прятаться там сложнее. Вот этот ближний. В общем-то, сами рампы тоже переделали, как и Б-точку. Изменений в целом огромное количество на этой карте. И не просто так они сделаны. Трейн по подобной схеме тоже меняли. Пока, ого, скадудл. Вот он, авик на улице. Вот в этом плане ничего не изменилось. Снайпера доминируют. Ну, да, действительно, посмотрим. Там, конечно, вот Кеннис мог ответить как раз сейчас сверху с крыши. Но что-то этого не произошло. Вот этот, конечно, парапет измененный, что теперь подсаживать не нужно и можно пройти поверху. Конечно, добавит динамики здесь на зелени. Но особо там суперплюсов каких-то, наверное, не будет дополнительных. Ну, почему? Девятку теперь намного проще занимать. Лишние перестрелки будут. Да, очень быстро можно ее занимать. Но, опять же... И не нужна подсадка, самое главное. Раньше, по-моему, 2 или 3 человека нужны были, чтобы туда запрыгнуть с улицы. Сейчас вообще ни одного не нужно. Симпл сейчас делает свой минус. Да, Кеннис он сейчас переигрывает, наверное, в нули. По-моему, если спину стрелять там нижнему, то можно и одному подсадить. Но зачем терять хп? Не, вдвоем вроде подсаживали, да, вроде? По-моему, вдвоем. 2-3. Ну, вот опять же. Чтобы без проблем, чтобы четко запрыгнуть. Аналитики наши. Там просто нужно было два игрока еще на верхней крыше, чтобы вторую подсадку сделать. Вот в чем фик... Фикус. Фокус. Фокус. Да, ладно. У нас, опять же, установлена европейцами бомба. Наконец-то они это сделали. При этом на точку B. Рейн забирает шраутер. Как будем называть это место? Это место? Токсик сторидж, в принципе, тут уже написано на стенке. Либо токсик, либо сторидж. Там какие-то урны на мусоре. Ну да. На будке. Радиоактивный мусор. В общем-то, смотрим. Гитрайт пытается потащить. Вот как раз играет он с этого сториджа, но безшансово его принимают. Отличненько. Отличненько. Но, в принципе, точно так же могут рубиться европейцы за защиту. Хотелось бы, опять же, побольше шоу, побольше каких-то веселых раундов смешных и каких-то, опять же, интересных девайсов. Все-таки это шоу-матч тут... Ну, вот все-таки это шоу-матч на американской земле между американцами и европейцами, поэтому, наверное, для американской сборной он несколько принципиален. Согласись, на своей земле еще и начиная в защите на нюке проигрывать не хочется. Согласен. Все-таки, по-моему, это несерьезно, если тут кто-то будет стараться пыхтеть и набивать себе авторитет вот в таком деле, как шоу-матч. Нет, конечно. Раздал на шоу-матч и набивать себе цену и так далее и тому подобное. Порадовать публику выигрышем своей сборной чисто, знаешь, фигуральным. Было бы интересно. Ну, что ж, очередной. Договориться на ножах, там, зарубиться на улице, например, там, в одном из раундов. Ну, что-то типа того. Ну, смотрим за продолжением. У нас пока что на зелени работает троица игроков Европы. Ну, в общем-то, тот самый дефолт на нюке. Двое работают от нуля. Смотрит B под джим, там, дверь, будку и так далее, и тому подобное. Ну, и Гитрайт уже с АВП за атаку. Оно гуляет у европейцев. Ну, и Скадулл с Симплом по-прежнему в два века защищаются. Да вот, мы ждали. Вперед АВИК. Ну, где же вы такое еще увидите, дамы и господа? Но, правда, шансов никаких американская сборная пока не оставляет. Тем не менее, Кеннис без АВИКа справляется лучше, чем с ним. Забирает Хика. Да, хорошая ситуация пока что для защиты. Ну, вот Кеннис исправляет. Посмотрите, Скадулл тоже может сейчас уйти к братцам. До свидания. Да как так долго убивает его Кеннис. Справляется. В это время Нико забрал Шрауда. Минус от Майкеля. Ну, и, наконец-то, тот самый первый раунд атаки. Ну, вот, знаешь, Кеннис уже получил, наверное, звание одного из лучших, если не лучшего снайпера в 15-м году. Теперь нужно такую же карьеру делать с автоматом в руках, знаешь, уже без АВИКа. В общем, Кеннис с этим пока справляется. Но нет, снова берет АВИК. Второй у Майкеляли. Теперь все стандартно. В общем, два снайпера в команде и бегают с ними. А вот у американцев небольшие проблемы. Денег нет. Но это не мешает им закупаться. Ну, и уже Шрауд с Диглом. Тарик также будет работать с пистолетом. АВП у Симпла. Кольт с Кадудл. Второй Кольт Хикка. Никаких МСок. Ну, и понеслась атака. В принципе, по-прежнему работает дефолт. 3 плюс 2. Ничего не поменялось. Кеннис минус Кадудл. Отличный прием на зелени. Действительно, забрал своего оппонента. При этом второго увидел. В Ника влетает флеш. Катарик справляется с гитрайтом на девятке. Рейн забирает Спенсера Мартина. 4 в 3. Проход по улице. А, бомбу. Бомба-то вообще лежит под спауном. Вот в чем. Ну да, бомбу дропнули. Ой-ой-ой, как Симпл. Не убивает простой ситуации. Ника его наказывает. Представитель команды Маус Спортс. Ну, и смотрим за продолжением этого выхода. На план девятка и точка. На точке остается игрок. Кенис отлично справляется с двумя соперниками. И отлично. Второй раунд заходит в Европе. Ну, и теперь посмотрим, что же там по деньгам. Эко. Полный эко в Америке. Все же притерлись. Наконец-таки к стороне. Так и европейцы. И да, готовы набирать раунды, которых им так не хватало. Может быть, даже в рамках этого шоу-матча они покажут, насколько несложно атаковать на новом Нюке. Но, опять же, все это позже. Пока никаких экономических американцы не делают. Они сверх самоуверенно берут. Очередной форс-бай. Вот так вот. Ну что ж, скадудл на скауте. Четыре пистолета. Есть у защиты там и дымы, и парочку флешек, и трех гранат. Двое диффузов. Ну, в общем-то, нужно просто убивать с пистолетов. Здесь на зелени. Какой дабл от Майки Лели. До свидания. Ну, еще двоих увидел. Дал инфу. В принципе, думаю, это раунд за Европой. И ведь как подловил момент Майки Лели. Это было красиво. Еще один минус от этого шведа. Ну, последнего, а точнее еще двоих, да, должны найти. В мэйне так точно. Заход. И нет, ошибается. Майки Лели. Шраут его не прощает. Подбирает его снайперскую винтовку. Но два ластфрага от Кенниса Ирейна. 6-3. Еще один форсбайт американцев или нет? Ну, по-моему, уже пора закончить. Либо все-таки действительно будет шоу-матч. И парни еще немножечко дадут шансы европейцам. И как-то повеселяться. Хотя, по-моему, должны сыграть Эко. Ну, все в хорошем настроении. Это отлично. Нам еще раз показывает Ника. Вот интересно, видим тайм-ауты или нет? Ну, думаю, здесь они абсолютно не нужны. Тактическая пауза. Разве что, если кто-то там раздаст. Сделать тейстом, снять наушники, выбежать на сцену, порадоваться. Да, да. А-ля Дэнди в свое время на Интернешнале неплохо там троллил. Когда в костюме Пуджа вышел, да? Или нет? Ну, нет. Когда там неплохо сыграл. И потом выскочил и станцевал танец. А, я понял. Один известный. Ну что ж, поехал Рейн. Забрал Скадудла. Гитрайт минус Хико. Отличный энтри киллы. Ну и действительно полный эко. Даже у Симпла с Зевсом есть в арсенале. Но, в принципе, применит он его или нет, сейчас увидим. А вот киллы на этом чемпионате с Зевсом мы уже наблюдали. И, наверное, даже два или три в исполнении некоторых игроков. Но давайте смотреть выбивание от американцев. Маловероятно, Симпл ищет жертву какую-нибудь зазевавшуюся. Но, а может быть и найдет. Если Кеннис промахнется, в упоре Симпл может его забрать. Ну, в общем-то. Да, вылазит. И Симпл. Вот так вот. Все-таки садит Кенниса на свой электрошокер. Тут же уходит. Но задача выполнена. Что тут скажешь? Не просто так Симпл купил Зевс. Да, да, да. Выбил АВИК. И, в принципе, вроде бы неплохо его сейвит в терровском РСП. Отличный момент. Но, тем не менее, четвертый раунд для Европы. Счет у нас выравнивается. В принципе, здесь, в этом шоу-матче, ну, борьба была обязана быть на тысячу процентов. И, опять же, ждем очень каких-то классных, красивых моментов. Ну что же, Симпл отлично пока что действует в этом матче. Ну, вот один момент уже был в любом случае. Даже несмотря на Эко с Зевсом в руках. Врыв на Кенниса и минус электрошокера есть. Засадил. Это хорошо. 6-4. Еще один бай от американцев. Тоже очень хороший. Скадудил АВП. У Симпла, к сожалению, не видим ни Зевса, ни АВП. Но бай есть. Самое главное, действительно, что это оружейный. И шанс у американской сборной сейчас отлично выступить за защиту. Потому что атака набирает четвертый подряд, и это уже возможные проблемы. Вот, действительно, новые дайминги. Можно постоянно ошибаться здесь на зелени. Вот с этим парапетом, с этим пробегом просто в тыл. Уже в который раз, да, Рейн туда проходит. Симпл, правда, открывается из андеграунда. Встреча в упоре. Заканчивается смертью Хика. Но Симпл отвечает двумя киллами. Выходом из, опять же, все того же андеграунда. Ну, посмотрим, чем ответит, например, Кеннис. Есть АВИК. Пока что бомба непонятно куда идет. На ноль, вроде бы, собирается к своим тиммейтам. Есть игрок в девятке, но его контролец Кадудл все понимает, как нужно действовать на новом нюке. Ну, и, в общем-то, Кеннис один в три. Тут просто бесшансовая ситуация. Но я так говорил вчера, когда Хика один в четыре остался. Он пошел и раздал. Ну, там вот все. Каждый человек на земле, наверное, не думал, что Хика такое возьмет. В полуфинале там мейджора. И вот я думаю пока, вот эти таблички с выпадением кейса в правом верхнем углу их пофиксили, да? Да? Насколько вроде аналитики говорили, или их просто нет. На нюке не падают кейсы. Ну, может быть, не падают просто кейсы. Тогда не надо аналитики заходить с моего аккаунта в игру смотреть. Все нормально. Отмена. Ну что ж, Кеннис. Есть минус 33 секунды у этого парня. Теперь все это выглядит более реально. Потому что, ну, вы понимаете, один-два, куча времени есть. Выбор любого девайса. Решил играть с ВП и дальше. Ну, а мы наслаждаемся новыми фишками, новыми приколами карты Денюк. Ну, и Кеннис вроде тоже пытается ими воспользоваться. Правда, время играет против него. Пусть есть бомба, но вряд ли Кеннис сможет ее хотя бы поставить. Да, да. Ого. Но, правда, может забрать винты. Вот так получается. Да, десант от Кенниса. Но бомбу он поставить не успеет. Хотя, может быть, в стиле Ворн Денита прострелят. Психонок тайминги потерял. Все-таки до конца еще, видимо, не разучил Денюк. Заржавел немного. Да, да. Но улыбается хорошо. Он понимает, что это ничего не значит. И никто его мошнить не будет. Но заметил, что Тарик пошел, убежал, там засейвил. Там на полном серьезе. Все нормально. Последние секунды. Лучше взять раунд. И шоу-матч такой боевой у нас получается. Действительно серьезно играют пока что. Ну, более-менее серьезно играют ребята. Да, ну и нас на стриме так же становится все больше и больше. Напомню, что сегодня в половину девятого по киевскому и московскому времени начнется гранд-финал. Бест оф три противостояния. Natus, Winsor и Luminosity. Комментировать будет любимая связка. Слайма Страйк. Поэтому всем своим друзьям рассказывайте. Всех зовите. Это будет лучшее, что вы видели в своей жизни. Да, тем временем выход на Аплент. Чуть попозже, конечно же, поговорим о финале. Немножечко пару слов. Наши аналитики, конечно, сделают основную работу. Не будем за них все это делать. Пока смотрим, как Тарик вырубает Кенниса. Симпл сейчас готов еще парочку подрезать выходящих на точку Ахика минус Рейн. Но, видите, даже вот спектаторы не всегда угадывают, где же будут фраги. Потому что здесь происходит, ну, немного беспредел. Все позволяют себе агрессивные действия по всем фронтам. Игроки атаки, игроки защиты. Поэтому тут... Это просто звездный матчмейкинг. Назовем вещи своими именами. И, в общем-то, последняя оставшаяся в живых европейская звезда пытается растащить очередной клатч. Прокинув шрауда в девятке, он отчаянно стреляется с улицей. Симпл по нему мажет с ВП. И это шанс для Гетрайта. Ну что же, Гетрайт не замечает. Нет, реабилитировал себя, но в ту же секунду получил по ушам от Хика. Там просто, по-моему, лежал еще один трупик. И там действительно было очень хорошо видно игрока. Ну и 8-4. Посмотрим, что придумает сейчас атака в этот раз. Тоже веселый Гетрайт, конечно, в хорошем настроении. Да, сегодня вообще праздник киберспорта. Праздник контр-страйка, контр-страйка, каунтер-страйком. Называйте, как вам удобно. Сегодня действительно супер игра. Игра на 500 тысяч долларов за первое место. Это просто жесть. И стикеры. Вот все забывают про стикеры, друзья. Нельзя. Денег там насыпят еще больше, чем призовые. Конечно, конечно, конечно. И, конечно же, ящики падают с наших стримов, друзья. Оставайтесь. Это правда праздник киберспорта. Играют такие команды, как вот Luminosity и Na'Vi. Я думаю, они любимчики многих. Они позитивные, они классные. Они обычные парни. И за это мы и любим их. Гнем всяких сомнений. Тут просто разрыв. Бэплэн там. Какой жесткий. Нож, 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 аж раунда. Давай ищет зиму. Размахивает ноги. Трайт все-таки стилит этот knife kills. Кадудл. Ну, с АВП забирает. Но, вот, слушай, свою честь. Все-таки Гитрайт отстоял. Он не дал себя порезать. Даже в такой простой, казалось бы, ситуации. Вот это, да. Вот это гордость. Ну что ж, 9-4. В принципе, ничего страшного не произошло для Европы. Вот, кстати, ящики посыпались. Все нормально. Аналитики, зайдите с моего аккаунта, пожалуйста. Ну, там готовим вам показать немного фэнтези-тим. Вот, все-таки решить, кого же выбирать из 10 игроков. Нужно выбрать всего 5. В принципе, не так сложно. Опять же, учитывая то, что скидки 75% сегодня вот утром были объявлены, ночью, можно даже так сказать, то вообще, я думаю, всем будет интересно и весело. Да, последняя возможность купить стикеры игроков FlipSide. Друзья, тоже не забывайте об этом. Ну что, посмотрите, какой интересный раунд с вентилями. Ну и тэки прорываются, остальных отрезают. Это, в общем-то, опять же, видно, что это шоу-матч, и многие даже не понимают, как с плитом выходить. Ну да, конец немного предсказуем. Конечно, тяжеловато. Разница со старым нюком колоссальная все-таки. Во-первых, скилл в целом потерян, потому что нюк-то уже очень давно не играют команды. Во-вторых, еще и карта новая. И, конечно же, здесь просто аналог, наверное, шоу-матча на Санторини. Вот знаешь, сколько я в киберспорте, обычно американцы всегда вот какие-то новые карты придумывают, рисуют, ставят их в лиги. И вот у них есть больше опыта игр на новых картах. Вот именно так, со старту. Наши ребята более консервативные. Они вот пока не припрет, играть не будут. Ну, те же самые Na'Vi, вы помните, они все равно его почти никогда не играли. Тоже было с Сизоном, например, со старым, да, когда его американцы всегда играли. С Кэшом в какой-то степени. Ну, у нас здесь последний раунд, первая половина, друзья. И опять все начинается с Энтли. Мы видим Скар, наконец-таки, у Шрауда в руках. Ника, ответка по Тарику, 4 в 4. Да, ну, наконец-то, забрали там снайпера. Здесь Симпл в дымах. Посмотрите, что вытворяет трое игроков. Просто мимо него проходит над тебе Зевса. Вот кто играет в шоу-матч. Это Сашка Симпл. Остальные тут именно непонятно, чем занимаются. Два на два ситуация по концовке первой половины. Гетрает минус девятка. Отлично. Но здесь для Симпла просто раздолье. Конечно, Скадудла пытаются найти. Он отстреливает. Гетра остается один в один. С Ника Майкелеля ставит грустный смайлик. Но что касается Ника, он под точкой Б. Так, ну что ж. Опять же, один из лучших кладчеров чемпионата. Ника и Хика ему в пару. Это два лучших парня по этому показателю. Действительно, неплохо они действуют. Но вот несмотря на не то, как плохо действовали Мауспорт, все-таки далеко не прошли эти парни. Итак, 44 секунды. Дамы и господа, Скадудл прекрасно, я думаю, слышит Ника, который находится аккуратно на вагончике. Ника поднимается еще выше. Вот это поворот. Ого. Хорошая лестница, кстати, тут. Да, теперь вообще самошел. Очень быстрая карта будет. Очень быстрая, динамичная. Тут куча позиций интересных. Куча... Можно поменять очень быстро позиции. Ну и посмотрите, просто вот сам подлез на прицел. Скадудл, в принципе, ничего такого не сделал. Он просто дождался на прицеле своего соперника. Итак, отличная защита от американской сборной. Но посмотрим, чем ответят европейцы. Опять же, если возьмут пистолет и там выдержат форсец, то, я думаю, где-то такой же счет, а может быть, даже еще и лучше будет. Ты знаешь, вряд ли, конечно, европейцы будут затягивать все это, конечно, весело. Но я думаю, им хочется уже наконец-то пойти посмотреть гранд-финал. Ну и вот он, повтор от Симпло. Уже второй Зезус реализован. Да ладно, знаешь, для геймера любого, даже профессионального поиграть, что в матч для толпы там, я думаю, это одно удовольствие. А, может и так. Куда уходить? Вот Симпло здесь самый главный кайф. Уже два минуса Зевса делает. Сейчас ножа кого-нибудь точно найдет. В общем, для Сашки Ростоль. Пистолетки минус четыре дал. В общем, да, вообще красавчик, действительно. Но, опять же, совсем скоро, друзья, совсем скоро, зовите всех, мы увидим неимоверный матч. Первое место получает 500 тысяч долларов США, конечно же. Ну и это матч на Вилюминосити. Комментирует Слэму Страйк эту сумасшедшую встречу БО-3. И вот даже не БО-5 финал, если честно, мне интереснее БО-3. Все-таки это такая жесткая классическая драка будет на трех картах. И, в принципе, не так много нужно сидеть, смотреть там шесть часов. Это все-таки как для события слишком много, как для финала. А вот БО-3 будет шикарно. Да, так и есть, наверное. Но хотя, вот ты знаешь, Бест-Ов-5 именно на таком чемпионате. Это как вишенка на торте, да, на каком-нибудь. В общем, Бест-Ов-3 тоже неплохо, но БО-5 есть БО-5. Конечно, все пять карт тоже интересно было. Не знаю, я считаю, что это, по-моему, перебор все-таки. Перебор — это БО-7. Вот это уже перебор. Ну, это жестко вообще. Ну, были такие прецеденты, были же чемпионаты с финалами БО-7. Да, вот это уже жестко. А БО-5, особенно когда у тебя целый день, знаешь, на один гранд-финал, я считаю, можно себе позволить вполне. Ну, может быть, может быть. Я тоже так думаю, что, опять же, истинные фанаты КСа с удовольствием мы посмотрели все пять карт и с допами, и с интригой, и с камбэками. Вот вчерашний, конечно, матч, опять же, ребят. Да, потому что точно, вот в БО-5 точно пришлось бы играть слабые карты. Свои сильные карты соперника. Это была бы вот отличная, и так будет отличная заруба. Но ладно, друзья, у нас здесь все же шоу-матч, и американская сборная сейчас будет играть в атаки. Европейцы будут защищаться. Может быть, мы увидим супер-комбэк нереальный. Рейн решил играть в ковбое. Этот норвежец Дуалберет в руках. Ух ты, интересный выбор. Вообще, хотелось бы Тусканову увидеть какой-нибудь... Ох, ой-ой-ой-ой-ой, Ника, какие просто сумасшедшие хэдшоты на зелени. Я даже не успел понять, как он это сделал, но он неимоверно раздает. Рейн убирает Тарика, и, в общем-то, Америка рассыпается на пистолетах, не начав раунд. Ну, вот Симпл ждет какой-то агрессии на крыше. Да, он с ножа хочет рубануть за летающего. Он играет шоу-матч, а остальные... Ну, как он, конечно, ждет. Любую возможность он использует, чтобы порезать соперника. Вот как удав на дереве спрятался, сейчас он, увы, тайминги не словит. Но минус... Ух, мог дать на самом-то деле Хика 1 в 5. Ну что, суперклатчер, вот для тебя, где есть раздолье. Самый лучший клатч, 1 в 5. Ах, ну вот ошибается, конечно. Мог бы залепить сразу немножко. Ну, сменил позицию, да, его пушат вдвоем. Он разбирается с первым, но вот ко второму поворачивается спиной. И Ника, вот это! Это опен-фраг с ножа, скажем так. Первый фраг на сегодняшнем турнире. В общем, Гитрайта не получилось порезать. Ника минус Хика, ну что ж. Ника минус Хика, так и есть. Есть. Загнали кабанчика, как говорится. Ну и, в принципе, хороший фарм для игрока, который сделал этот минус, потому что он может сейчас неплохо закупиться и тоже уделить чем-то веселым в следующем раунде. Пулеметом он может закупиться, например. Почему бы и нет? И побежать, пушить улицу. Нет, Фамасик, посмотрите, два шутгана, Авику Кенниса. Ну, смотрим, тэки от атаки, может быть, все-таки Америка Форс возьмет какой-нибудь интересный. Так, это Авик во втором раунде? Да, это Авик во втором раунде меня выглючит. Вот это повороты. Что ж, американцы достаточно быстро разыгрывают улицу через крышу. По девятке Кеннис отстреливает с Кадудла. Ника два килла. Опять же, безвозвратно потеряны шансы на взятие этого раунда, разве что Шраут. Ну, подожди, если Авик там ошибется вдруг... Нет, не ошибется Гитрайт, точнее, его подстрахует. Ну, и Симпл. Кто бы мог подумать, что он снова будет стоять с ножом в руках, теперь уже принимая скрип. Кстати, хорошая возможность, может быть, Майкелеля, где он там... Нет, не здесь. Ага, он идет с радио. Ну что ж, Симпл очень быстро разбирается с ним, но ножа еще не было. Ну, и бомба на главке на Аппленте находится, поэтому там остается защита, ожидает Саш в гости. Ну, вот сейчас Шотган посмотрим в действии. Может быть, будет очень классный минус от этого парня. Вообще, одно удовольствие. Смотрите, как он двигается по карте. Даже по той, которую не слишком хорошо изучил. Инстинктивно, скажем так. Все-таки Симпл один из лучших игроков. Но, сделав минус Шотгана, он отдался Лисунду. 11-6. Наверное, Эко ждет американцев. Бомбу не ставили. Симпл... Не затащил. 1-5 попытка была, но ничего страшного. Ну, вот только на шоу-матче не надо машнить, и все будет нормально. Ну, конечно, понятно, что он первый. Вот эти мемы вчерашние, там, с Сашкой Симплом. Нельзя просто так взять. 16-й раунд. Да-да-да-да. Ну, вот, между прочим, вчера мы не обратили внимания, пересматривал матч. На Адрена все-таки было обращено внимание и Симпла, и Хика. Что-то они ему пытались донести. Наверное, в частности, с ним были проблемы. Но, ладно, у нас здесь все-таки минуточка веселья. Наверное, даже часок. Симпл с Деглом. Вот это действительно плохие новости для соперника. Ну, посмотрим. Есть у Ника UMP-шка. Кенни забирает Тарика. Пока атака даже носа высунуть не может особо, потому что пуш пошел сейчас UMP, но и отдается сейчас игрок Маус Спорт Девайс. Хотя пока что нет. Не, ювелирная хаешка от Кенни Шраба. И все, Симпл мертв. 4-2. Опять же. Ну, вот, знаешь, наверное, нельзя делать какие-то выводы по этому матчу, но пока мы делаем... Ну, какие выводы? Что здесь по-прежнему доминирует защита, потому что все-таки 11-7. Нет, ну, честно, вообще никаких выводов нельзя сделать, пока не сыграют на чемпионате. Это просто все матчмейкинг какой-то. Даже... Тут, я уверен, атака может столько фишек придумать с этими изменениями, хотя и защита может не менее интересную игру поменять. Но, в общем, увидим, посмотрим. Все-таки Нюк всегда был односторонним. Тяжело тут что-то придумать. Тут нужно какой-то... Еще один прямой выход на Аплэн сделать, вторую будку. Тогда он, конечно, жестко поменяется. Ну, да, вот. Вспомнить эти камбэки, это не повод. Фнатик против Virtus.Pros 1-14 счета. Да, это жестко. Итак, Симпл пушит рампы. Кеннис к этому готов, но его оставляют красным. А вот Симпл забирает Майкелелли. И вот он пуш рамп. Хотя, на самом-то деле, тут атакси сделали для атаки. И улицу поменяли, и зелень там. Ну что же, очень тяжело сейчас игрокам защиты по ХП. Хотя, опять же, Кеннис для него не проблема. Ему нужно только на кнопку нажимать и делать свои фраги. Но атака пытается продавить рампы. Хлпа, гитрайт, отличные действия. Минус Кадудл. Вот казалось бы, хорошее начало для американской сборной. Но нет, по-прежнему большинство. Сохраняется за европейцами. Кеннис находится на БМ. Гитрайт, что там? Ждет под девяткой. Сюда, кстати, может выйти атака. Пытается выйти с Симпл. Его страхуют тиммейты. И, в общем-то, атака пока что топчется на рампах. И ожидает каких-то действий, возможно, от защиты. Выход на гитрайта. Под девять идут. Открывается под флешку. Гитрайта. Это не спасает. Хика забирает его. Три в три. Уже ситуация. Ника идет сжать. Ноль. Но никого там не видит. Интересно, как разыграют американцы этот раунд дальше. Через апдаун или обратно в рампы. Тут вообще получается, что если залезешь в девятку, то можешь вообще там в террорскую крышу добежать. Тут просто все меняется. Я вот на секунду задумался. Аж мозг, дым пошел из него. Но нужно поиграть. Тут столько фишек прикольных всяких. Тут действительно интересно. Будет интересно. Возможно. Да, самое главное, чтобы ввели эту карту в официальный мап пул. Интересно также будет вместо какой карты или с какой картой в связке. Пока Ника, Рейн, два минуса. Хика не оставляют шансов. Ну и в общем были шансы. Выходили на точку Б, которую никто особо не защищал. Но нет, стяжка была очень быстрой. Ну все равно такая неплохая попытка выйти там под девять. Но закончилось неудачно. И мы наблюдаем такой мини-комбэк в исполнении сборной Европы. Но опять же за счет того, что они играют, ну как видно, за сильную сторону. Но пока что вот в таком матчмейкинге, например, Звездном. Ух. Ну и вечно нам показывают этого парня. Да, и не просто так показал себя он как очень хороший игрок на этом турнире. Я не удивлюсь. Если он уйдет в какую-нибудь другую команду, например, Фейс, мне кажется, да, что может быть такое. Ну ладно. Ну им сейчас снайпер нужен будет в составе, вот если уйдет Макелелли. Но действительно смотрим за продолжением этого матча. Гитрайт уже забирает симпла. У нас форсец в исполнении всех звезд Америки. Но на самом-то деле он уже очень плохо получается. Всего лишь втроем, в четвером остаются. Но битый уже Скадудл. Опять же, пушку нету. Нет, нету у него. Это полный экономический, да, и Скадудл. Ну есть Диггл. Знаешь, тоже такая полупушечка там, особенно для игроков с руками. Но, опять же, американцы не спешат. Выходить, наверное, хотят на радио. На рамку, точнее, через радио. Но Макелелли на страже этой точки. Здесь нужно было какую-нибудь десяточку поставить. Победителям дать по две тысячи долларов. Тогда бы у нас нормальная игра пошла. Действительно, какую-нибудь десяточку. Вот это уже и не деньги, да? Раньше так потели команды за какую-нибудь десяточку. Сейчас вообще... Ну, учитывая, что на чемпионате миллион, то, знаешь, в принципе, почему бы и нет. Тогда бы, я думаю, по качеству не немного шоуматчик был бы. С вортаймами, с эмоциями, да? То, чего не хватает. Итак, еще один бай от сборной Соединенных Штатов. Ну, вот, опять же, в финале бразильца. Ни одного бразильца, соответственно, мы здесь не видим в этой сборной. Хотя видели бы. Я думаю, ну, Фоллун или Колзеро точно. На боях, скорее всего, видели бы и того, и другого. Ну, что, поехали дальше. Посмотрим, что придумают на этот раз игроки Америки. Пока что, опять же, занимают крышу, улица и, возможно, сплитом будут пытаться идти дальше. Пока что просто контролируют. Потому что все-таки не только атака теперь может прийти, но и защита в ответ может прийти по этой же рампе к тебе. И никто ей, в принципе, не мешает. Как раз шраут и мешает Мирос Майкелеле. Вот пытался поджать спину Майкелеле, сыграть максимально нестандартно. Если бы спину американцы не смотрели, он мог бы сыграть. Но нет. Увы, у Майкела Билла не разлетел этот поджим. Ну и улица занята, кстати, хорошо. С американцами не контролируют ее полностью. Вопрос в метро. Ну и, конечно же, в Рейне, который... Ого, нет, только одного принимает. С мейном не справляется. Наконец-то американцы берут второй девайсный раунд. Ну, пока еще нет. Все-таки остался Кеннис. Может быть, все-таки действительно в шоу-матче этот парень вроде получше попадает, когда на него ничто не давит. Но ситуация, увы, для него непростая. Минус от шрауда. И есть раунд. Заходит для атаки. Это уже хорошая новость. 12-9. Три раунда между командами. Ну и посмотрим. Есть. Есть бай у Европы. И сейчас эти ребята попытаются все-таки в очередной раз остановить американцев и сравнять счет. Все к этому пока что идет. Ну, не считая предыдущего раунда. Да. Ну и, как мы отмечали, коэффициенты, опять же, на этот матч практически равны, что на самом-то деле странно. Но... Да и пикземпредикшен мы видим 50 на 50. Народ тоже вот в самом-то... Нет, на шоу-матче можно было разве ставить стикеры? А мне показалось, что вот как раз они открывали, открыли его. Прямо перед игрой. А, может... Как и всегда, к успеху атаки на карте Денюк. Но нет, все-таки неплохо работает Ника из дымов. Шраут отлично забирает Кенниса. И Ника идет поджим Метро. Бомба под спауном. Майкел Эли также идет поджимать Ника. Открытие Тарик его должен был видеть, по идее. Да Ника, в общем-то, и сам спалился. Хика выпад, но нет. И Ника, кстати, уходит обратно. Ну да, оставляет дым. И, в принципе, потихонечку вроде бы и остается. Но в это время Гитрайт на зелени неплохо работает из-за ящика. Минус Шраут. И пока что большинство для защиты тяжеловато в этом раунде американцам. Посмотрим. Есть Ави, кстати, у Хика. Да и в целом сторона для них очень непростая. Практика только один раунд из пяти. Они взяли хорошие позиции на приемку Аплента от европейцев. Некто даже за вентилями. Гитрайт в девятке. Тарик ждет, но Гитрайт не ошибается. Он просто стрейфится на инфу. Так, Тарик. Сейчас мы как раз послушаем. Ого, Ника, Ника, Ника выходит из метро. Но Рейн справляется и без его помощи с двумя игроками в мейне. Тарик в гордом одиночестве. И будет играть с девятки 25 секунд времени. Ну и бомба лежит как раз на улице. Возле ящика. Очень тяжелая ситуация. Гитрайт отлично работает с Аплента. 12-10. Ну и вот-вот опять же сравняется и выровняется счет в этом матче. Ну и теперь вопрос. Будет ли закупаться американская сборная. Либо какой-нибудь Эко с парочку девайсами. Такой себе полузакупочный какой-то раунд. Возможно без арморов. Либо вообще на полную катушку. Все, что можно. Тут тоже решение очень сложное. Потому что все-таки шоу-матч могут позволить себе абсолютно любой из них. И вот очень интересно, что же решение. Ого. Там вообще все хорошо. Три девайса. Есть. Арморы тоже есть. Два тэк найна. В общем, хороший бай, да? От американской команды. И вот наконец-то мы видим. Все-таки падают ящики. И кстати, очень много падает. Уже за 22 раунда накапало больше 6 тысяч. Почти 7. По-моему, вот выкрутили, знаешь, это количество. Я помню 10 тысяч за все раунды на Кобблстоуне. Вот в матче флипсайт Моуспорт выпало. Ну, какие-то проблемы небольшие есть с ХСом. Поэтому смотрим небольшой расстримчик. Ребята, минус от симпла. Гитрайта забирают. У нас уже такой размен неплохой происходит в этом раунде. Маккерелли 2 хп остается у этого парня. И атака Бэплента продолжается. Кеннис контролит подходы. Кстати говоря, к рампам Рейн находится на вагоне. Спрыгивает этот прыг. Скадудл должен был прекрасно слышать. Ждет, ждет, но Рейн отличная реакция. И это 4 в 3. Опять преимущество за европейцами. Ну, оно довольно шаткое. Хика и Симпл могут очень быстро вместе с Тариком изменить ситуацию в этом раунде. Ну, и посмотрим, что же сейчас ребята нам придумают. Все-таки новый нюк. Куда идет бомба? Бомба. Да где-то она под нулем там, скорее всего. Да, вот он Тарик. И вот он Рейн в ответ. Скрип принимается без вариантов. Бомба падает. 30 секунд времени. И Хика один. Тащил он абсолютно нереальные клатчи. Но это не один из них. Кеннис ставит точку. 12-11. Отличный счет. Опять же, как для шоу-матча, просто великолепный, довольно боевой. Может быть, даже какие-то дополнительные раунды нам будут нужны на этой карте. Но не слишком много, потому что организаторы скажут, ребята, стоп, стоп, стоп. Уже пора. Пора играть в финал. Все-таки Нави и Люминосити сегодня невероятная битва невероятных команд, которые находятся в космической форме. В хорошем настроении должны быть и те, и те. Люминосити дали сумасшедший камбэк вчера. Ну, а Нави пока еще ни одной карты не проиграли на этом чемпионате. Да, и при этом всего лишь на одной карте они взяли больше 10 раундов. Точнее, отдали больше 10 раундов. Остальных нет. Ой-ой-ой, Ника, что тут вытворяет? Третий минус дает. Еще и четвертому досталось. Это был Шраут. Великолепный МАК-7. И минус от МакКелли в завершении раунда. Вот и, пожалуйста, уже все замечательно для Европы. Во второй половине они играют в защите и делают это пока что лучше, чем американская команда. Вот Симпл третий вас ждал, чтобы насадить на Зев свой, на свой Шокер. Но нет, здесь уже ему не дались. Кстати, на ЕГБ, не знаю, шутка или нет, но добавили все-таки. Будет Найф Килл в этом матче? Или нет? Один уже был, друзья. Посмотрим, будет ли второй. А есть им ставка на Зев Скилл? На Зев Скилл? Да. Знаешь, с коэффициентом 10 Симпл уже 2 делает. Да, и кто-то озолотился. Ладно, Скар, у Гитрайта. Симпл озолотил. Итак, Скар, действительно, очень интересный момент. Маг остается здесь в районе будки, а он может великолепно действовать вот так вот просто с первой. И какой бы у тебя девайс не был, тебя моментально вырубают. Но выход в дверью великолепный. Получается, Тарик Хико отлично распечатали позиции. Ну и смотрим, как будет бегать Гитрайт, наверное, со Скаром. Да, мы знаем, на что способны парни. В общем-то, так и вчера показывал его реализацию. Ставится бомба американцами. Скадут еще и Майки Лелли забирает. Очень непростое убивание ждет Кенниса и Гитрайта. И что, это сейв, что ли? Ого, на шоу-матч это? Или все-таки Кеннис идет в направлении мейна, чтобы оттуда выбивать? Я думаю, пойдут выбивать все-таки. С приемника пойдет Скар Гитрайта. Возможно, будку двери выберет направление. Ну и АВИК. Либо все-таки подрежут на выходах и, в общем-то, оставят свои пушки. Все-таки, видимо, есть какой-то маленький призовой фонд в этом шоу-матче. Ну если уж сейвят так точно, и так и трайт. Ого, даже двоих принимают. Ничего же себе уходят с радио моментально. Кеннис тоже сейвит, по всей видимости. Ну и атака тоже решает, что она никуда не уйдет. Там все-таки взрывается Тарик. Три хп у него было. Шрауд остается в живых. Ну и все-таки это должен быть очередной оружейный раунд. Хотя там столько денег было. Я не знаю, почему они не пошли. Но все-таки тяжело на нюке с АВП и Скаром пойти на выбивание, где нужно сумасшедшая СНСА и мансоваться просто вверх, вниз, влево, вправо. Там вентиль, девятка, будка, дверь. Там очень тяжело вообще. Конечно, нужно быть с каким-то более мобильным девайсом. Да, позиций правда куча. Тут выбивать еще и три в два. Но видишь, двоих по итогу отстрелили. Поэтому, может быть, стоило зацепиться. Но нет, американцы по-прежнему имеют преимущество по раундам. И очень дисциплинированный бай, между прочим. Один авик, четыре калаша. Вот как будто мы смотрим гранд-финал, но только шоу-матч. Но только шоу-матч. Ну что же, останавливают выход. Там двери сейчас с Молотовым. Причем, также Молотов летел в будку. Такой двойной. В принципе, нормальные вещи для карты нюк. Ну и такой второй волной должна уже выходить атака. Посмотрим, куда же решать на этот раз парни. За Тариком, наверное, будем следить тоже. А вот и нет Тарика. Гитрайт минусует авиком. Откидывает флешку на улицу. Тут же меняет свою позицию. Ходит под девятку. Ника прячется в уголке. Конечно же, его здесь не прочекают. Ну, 90%. Кому придет в голову туда посмотреть. На шоу-матч там. Рейн находит дыру в скрипе, наверное, которую сам же и сделал. И ждет, пока кто-то в этой дыре покажется. Ну, тем временем, там действительно должен был игрок на зелени кучу инфы, по крайней мере, давать своим тиммейтам. Он слышал игрока на зелени и второго, который там в районе двери топтался. Но пока что это не приносит успеха Европе. 4 на 4 ситуация. И вот-вот начнется выход. Ну, вот куда? Тут можно как А и на Б резко перебежать. На Б идут? Да, на рампы. Ну, если отстрелят Майки Лели, то точно пойдут на Б. Но Майки Лели не рискует. Не попадает в флешку. И... Нет, либо он так хотел ее, конечно, замудренно бросить. Ну, вряд ли. Он раскидки на нюке новом. Все же просто промахнулся. Да, и Скадудл его не простил. 4 в 3. Но, кстати, в Аквариуме тоже есть игрок. Хика, кстати, забирает Рейна. Ну, и вот Аквариум как раз-таки играет. Еще и как играет! Босниец 2 минус, а Симпл успокаивает Ника. 14 хп, и его тоже должны забирать. Кстати, Симпл мог бы вот здесь сыграть с ножом, если бы знал, что Ника красный. Но тоже не рискнул. Ну, что ж, два раунда до победы. All Stars Америка чуть-чуть осталось. Здесь, ну, посмотрим, все-таки есть какие-то еще шансы и деньги, по идее, у игроков Европы, чтобы сейчас снова все перевернуть. И, например, выиграть со счетом 16-14. И так снова дропаются кейсы, друзья. Ну, и, конечно, есть там деньги. Ну, на последний Кеннис Айвик, 4 кольта, ни одной МС-ки. Как ни странно. И, конечно же, Кеннис. Да, как ты уже сказал. Два кит-пакета у команды. Давайте смотреть, что делают американцы. Вновь разыгрывают улицу. Тарик занимает скрип. Кстати, там появился даже какой-то карман, чтобы, наверное, попроще было стоять. Тоже интересно. Но Хик уже врывается в мейн. Это сплит-пуш.а. Да, пошел выход. Здесь уже проблемы у защиты. Нужно работать со ступенек. Очень тяжелый такой эпизод для басницы. Его здесь принимают. Там вообще шансов не было. Гитрай попытается все изменить. Минус 2. Хороший зажим третьего. Хорошо цепанул, но не минус 0. И Майки Лели 1 в 2. В итоге и знают, где он находится. Но все равно очень опасно. Ты знаешь, Симпл можно залепить хедшот. Он умрет. Тарик вообще красный попадание. Бомба на Абэ пошла. Ого, Симпл разбирается таки с Майки Лели. Не оставляет своего тиммейта в одиночестве. 15-12. Что тут скажешь? Пока прогнозы работают. Американцы действительно впереди. Как они показывают. В лучшем сборной Америки пока что выглядит украинский игрок Симпл. Абсолютный парадокс. Пафосно и глупо не звучало. Да, парадоксально. Пафосно. В принципе ничего тут нет. Нет, нет, нет. Абсолютно рабочий момент. В общем, Симпл приехал и зажег. Показал американцам, как нужно играть. Вот так вот. Вот так, как я делаю. Что ж, три Макс Эвен, наверное, по примеру Ника они решили. Ну, опять же, в Америке тоже очень много хороших, великолепных мастеров. А опять же, вот мы вчера смотрели, как играют Люминосити вместе с Симплом. Просто великолепные ребята. Кеннис тоже красавчик. Потому что нужно было остановить Симпла в этом шоу-матче. Последние два раунда вытягивает именно он. Вот это да. Поджимы. Опять-таки нуля. Теперь уже через вагон. Еще минус от Ника. И этом рисковал забрать еще и Хико. Майкелеля жмет с радио. Стреляет сначала по верхнему, потом по нижнему игроку. Пока Рейн отвлек внимание на себя. Вот это повороты. 15-13. Ну, здесь, кстати, классно будет и скорострельный шотган на этих позициях. Если ты принимаешь будку, он тоже нормально будет заходить. Потому что, вы видите, Смага первую не поставил, как папка. То все, тебя могут забирать в этот интервал. Вот знаешь что? Сейчас два или три игрока Ликвид играют в сборной Америки. И, казалось бы, счет 15-12. Но я буду смеяться, если сейчас будет камбэк. И вот он на овертаймах выигрывает европейская сборная. И Симпл опять в непонимании, что вообще такое. Вот ТФ. Но, ладно, теперь Эка и, наверное, 14-й европейцы брать должны. Ну, посмотрим. Очень интересный момент. У Тарика есть калаш. И если он его сможет как-то удачно разыграть, то, может быть, все и закончится в этом шоу-матче. Так, у Кенеса могут быть уже проблемы. Шраут к нему просто прискакал. Кенес не понимает вообще, откуда нож. Какая жесть. Шраут, что ты вытворяешь? Еще один нож есть у нас, друзья. И, походу, мало-помалу этот матч близится к овертаймам. Что тут скажешь. Отличный фан мы получили во второй половине. Ты видел? Кенеса, он не понял, откуда появился игрок. А тот просто сверху с рампов прыгнул на ящик и вышел на него просто в лоб. Как Бэтмен какой-то, как, я не знаю, черный плащ. Так, друзья, ну что? В принципе, еще очень даже как-то могут ответить американцы и закончить все. Синпл с деглом. Это опасно. Молотов у него также есть. И раз, два. Два Зевса у Гитрайта и у Рейна. Все-таки какой-то хитрый план есть. Четыре Молотова. Наверное, этот раунд будет очень интересно. Два Молотова уходят сразу в защиту. Это дверь в будка. Может быть, даже многие команды будут сразу отдавать и третий там на Б-плэнте. Страховать рампы. Но это уже по ситуации, смотря против кого играешь. Ну и опять же, их отдать на первых таймингах тоже опасно. Так и есть. Так. Ну а тут все дымится. Тут особо ничего не меняется. Как всегда, там сплошные дымы на зелени и вечные перестрелки. Выход на главку. Здесь Гитрайт ащимет довольно неплохо. Все-таки могло получиться. Но Гитрайт одного забирает. Итак, девятку должны были видеть. Гитрайт понимает, а тут же свопает позицию. Делает два минуса в ассисте. С Гитрайт там Шраут. Размен. Но Геннис все же забирает Симплей Шраут. Один в три. Это овертаймы нашего матча. Вот это повороты, друзья. Кто бы мог подумать. Но ладно, Шраута хоронить, может быть, и не стоит. Пусть шансов немного, но попытается показать нам нечто красивое. Стрельба залетает по одному. Но Ника размен. Да, 15-15. Все же вот игроки тоже солидарны. Понимают, насколько редки будут кейсы с нового нюка. И продолжают удовлетворять зрителей. И в зале, конечно же, и на трансляции. Петюни дают друг другу европейцы. И не просто так. Улыбается Шраут. Говорит, слушай. Ну, Скадудлу не смешно, я вот вижу. Ладно. Тут без комментариев. Опасная ситуация. Действительно, 15-15. Мы вот с тобой третий камбэк к ряду комментируем. Вообще так получается. Вчерашние два матча бразильцев. Вот еще один нам на шоу матч заходит. Тоже очень интересно. Слушай, ну вот американцы, наверное, сами себя смеются. Ну какие камбэки, пацаны? Ну как вообще так? Вчера два отдали. Хватит. 15-9, 15-6. На двух картах. Но, конечно, собраны. Вот, между прочим, сейчас на ваших экранах Тарик, игрок команды CLG. Они-то тоже ликвидом отдавали камбэк, если мы вспомним, на кэше с 3-12. Вообще, если мы вспомним, у нас с тобой третий матч на овертаймах подряд. По-моему, Квана Карма перешла к нам с тобой. Да. Ну, дальше самое главное, чтобы она сломую страйку перешла. Все-таки в финале овертаймы точно должны быть. Три штуки. Ну или каток от Na'Vi. И вот это тоже, знаешь, интересно, как и в вчерах. Просто каток. Для меня он просто крутой матч. Шикарный матч, который лучше смотреть и никаких там ставок и прогнозов не делать. Всякое может случиться в одной игре на 500 тысяч долларов. И, конечно, есть статистика, аналитика. О ней мы будем говорить. Ну и зал. Зал заводят. Они поддерживают, конечно же, своих игроков большинство. Ясное дело. Североамериканскую сборную. Хико, любимчик публики. Помимо того, что он очень хороший игрок, еще один из самых популярных американских стримеров. Кто, может быть, не знал, Simple, между прочим, тоже в последнее время сильно набирает обороты как стример. Да, соглашусь. Он очень хорошо знает английский язык, общается со своими, опять же, англоязычными фанатами. Это придает ему популярности. Ну и у нас начинается первый овертайм. Возможно, он будет последним. Конечно же, возможно, и нет. Тут обычные вещи. Но, наверное, все-таки не хотелось бы какой-то длинной игры. Все-таки затягивают ребята начало основного суперпротивостояния на Дус Финстер-Люминозити. Но тем временем остаются европейцы в защите. Один авик – это Кенис. Атака с авиком от Скадудла будет действовать. И снова зелень там с плитом с крыши. И начинают разыгрывать этот раунд. И не видим никаких магов, никаких зевсов. Все серьезно. Накал страстей потрясает своим, опять-таки, своей концентрацией. Тарик с Ника встречается. Просто пролетает сам по улице. И уже, посмотрите, он пробежал под Б-плент в это время. Там ребята все готовы выйти на Б. Уже сместились на эти позиции. Неплохо Майкелели мог получше, конечно, сыграть. Но хотя бы одного забрал. И сплетуется точка Б. Кенис не успел здесь по таймингам. И нужно как-то будет спасать сейчас плент сборной Европы. Да, но вот Кенис очень быстро меняет позицию. Гитрайт жмет сфину. По всей видимости, Гитрайт как раз и спасет этот плент. Его могут не ждать. Тарик встречается с двумя игроками в вентиллях. По одному инфо есть. Второго он забирает. Попытался посадить на нож Кениса. Может быть... Ну, нет, у Кениса было больше. Капетом не ваншот. Ой-ой-ой, Гитрайта защемили вдвоем. Кенис в этот момент мог одного из них забрать и остаться один на один. Но, увы, раунд заканчивается. Победа американцев, увы, опять же, для Кениса и сборной Европы. Ну, что же, снова выходит вперед. Ну, посмотрим, как пройдут наши овертаймы. 1-0. Пока что 1-0. Ну, и Хика, конечно, настраивает своих парней. Но вот сейчас, правда, все серьезно. Здесь уже без шуток. Ну, разве что шраут. Да, это было фантастически. Два ВП у американцев в атаке на нюки. Интересно, что же придумали и как они будут реализовывать столь большое количество снайперских винтовок. Улица про скидки. Кстати, Гитрайт быстро занимает. И, посмотри, играет через красный. Флэшка в лицо и Гитрайт. Вот он, ноупенфраг. Ну, в принципе, опять же, очень обычная штука для карты Денюк. Обычный элемент. Скадудл отвечает по Рейну. И ситуация 4-4. Опять же, вновь неплохая для атаки. Но, учитывая, нет, второй авик уже ушел. Это был Тарик. Остается один авик. В общем, нормально. Можно сейчас развить ситуацию. Но, вроде бы, готов выйти на А. Здесь, вы видите, хорошая позиция у боснийца. Ну, и стяжка на Б-плэн. Там Майкелелли. Да, они-ка не прочекали. А вот Майкелелли может повставлять палки в колеса. Все-таки его команда в большинстве. Еще и тайминговый молотов. Как вот не странно по таймингу, но Симплу на это наплевать. Он забирает Майкела Билла с Кадудл. Контролирует поджимы в спину. Но Геттер. Ох, какая опасная позиция для американцев. Один есть. Второй красный тоже есть. Гитрайт. Кеннис также сюда пришел. Помогает Гитрайту с контролем. Вот делает минус. Как-то долго. Но, тем не менее, справился этот парень. 16-16. Хороший ответ. 1-1. Ну и теперь вот самый главный вопрос. Кто же выиграет 2-1? Счет в первой половине тоже будет очень важен. Да, кто же? Ну и, конечно, кто же выиграет карту Денюк и заберет 500 тысяч долларов за первое место? Неясно. Шутка. Конечно, никто не заберет 500 тысяч долларов из этих игроков, к сожалению. Но, наверное, пощерительные призы какие-то будут. Может быть, даже какое-то железо. Не знаю. Или мягкие игрушки. Что же... Напомню, сколько за второе что-то из головы вылетело. Там тоже очень хорошая сумма приятная будет. Поэтому, я думаю, финалист, который проиграет, особо расстроен не будет. Там 150, по-моему, за второе дают. То есть 500 за первое, 150 за второе. Да, но лучше, понятное дело, для всех стать чемпионом на таком мажоре. Тем временем, драка на зелени продолжается. Она начинается буквально со старту. Ну и тут снова работает Кеннис. Пока что ему в помощь там стоит один игрок под номером 8. Это, как я понимаю, Ника. Да, Ника, игрок номер 8, будет ему саппортить. Рейн, опять же, играет в вагоне Скадудл на скале. Ну вот ставку свою американцы в который раз делают на улицу. А вот Гитрай делает ставку на свою стрельбу. Вот, кстати, Ника только пришел сейчас как раз на улицу. И будет помогать Гитрайту. А, 250, говорят тут. Хотя нет, по-разному, 175. 175, наверное, за второе. Есть официальный источник, сайты можно прочитать, там все написано везде. Есть минус от Босницы очередной. Ну и вот теперь идет к тому, что Европа может забрать таки свой второй раунд. Да, работает Кеннис, остается Шрауд симплом. Здесь вот ключевой момент. Кстати, Шрауд мог сделать этот минус, но уже Гитрайт пошел на помощь саму тимейту. И сейчас Шрауда будут давить в двери. Очень жестко будет и тяжело. И зелень давится так же. Там плент может моментально уйти. Это симпл. Ох, как по нему попадают. А с двух тычек Рейн его забирает. Предварительно, да. Ника забрал симпла. 2-1. Первая половина убертаймов уходит европейцам. Ну, всего лишь один раунд преимущества. При этом вторую половину в атаке играть. В общем, не очень хорошие новости. Для них, ну, Гитрайт собран. Он уверен в себе, у него залетает. И он будет выигрывать, опять же. Если Европа берет вот первый раунд со старту, то, наверное, они выиграют вообще этот матч. Вот что-то мне так кажется. Если первый зайдет, то действительно будет хороший шоу-матч. Если нет, то мы можем смотреть этот шоу-матч очень долго. Если честно, по-моему, вот Гитрайт на этом шоу-матче потеет больше, чем при игре за сборную Швеции на чемпионате мира. Серьезно, там он мог фаниться и с пулеметами, и с ножами бегать. Здесь же он отстреливает, как ни странно. Это хорошо. Ну, ВАК ждут. Тимликвит, Лога и Айбайпауэр. Вот это повороты. Лога и Айбайпауэр. Как так? Какие-то, опять же, локальные, наверное, мемы. Ну что ж, друзья, кстати, вот по поводу чемпионатов сказал национальных. Да, вот не хватает нам еще какого-нибудь хорошего, мощного первенства национальных сборных с таким интересным призовым фондом, чтобы игроки там отыгрывали неплохо. И чтобы у этого турнира там была какая-то пауза для подготовки, хотя бы там недельный какой-то для национальной сборной. Ну, есть такой. Ну, по крайней мере, был, не знаю, вот будет он в 16-м или нет, но 100, даже 10 тысяч призового в 15-м не фраг дали на этот чемпионат. Вот, чтобы на ланчике такой турнир отыгрался. Да, был ланчик в Белграде, их 4 дня это досили, правда, провайдеры, которым давал интернет. Это мы помним. Да, да, но вот сам, да, прецедент был такой. Вот, и в 14-м, и в 13-м были первенства. Ну, и понятно, знаешь, чтобы они всегда были, всегда там был в свое время кланбейс, но, опять же, это всегда было так чисто вот за родину, матушку, на энтузиазме полном. Но играли, опять же, все топовые игроки, никто не отказывался, конечно, отстоять честь национального флага. Это очень хорошо. Майки Лелия решил показать, что все нормально у него. Он уже готов смотреть гранд-финал, друзья. Ну, и вторую половину отыгрывать он тоже, конечно же, готов. Что ж, МР3, 10 тысяч, вторая половина, американцы в защите. Да, и у Хика не работает клавиатура. Ну, что, нормально, зачем ему клавиатура, поэтому, в общем-то, видимо, под дождем ставится пауза. И бежит админ, бежит админ на помощь. Вот сейчас посмотрим, включится она или нет. Так, смотри, клава не пашет. Все пропало. USB-шка сгорела, либо моя клава. Шеф, все пропало. Ну, ему сейчас все настроят. Быстро админ уже собирается здесь. Проверил провод. Вот самое главное проверить, все ли нормально с проводом. Вот истерический смех абсолютный на заднем фоне. Непонятно, что смешного произошло, но Хика все сделали. Ну, там, видимо, просто все было просто. Кто-то выдернул кабель, клавиатуру. Вот здесь, видимо, переходник лежит на мониторе. Хороший смех. Позвать его в аналитику к нам. Чтобы просто заряжал позитивом. Ну, да, такой человек смех. Ликит выигрывали 15-9, а потом 15-6 и проиграли. И включаешь этого парня просто сразу же. Да, да, да. И 200 тысяч на стриме в аналитике. Что ж, 17-16, друзья. Два раунда остается европейцам, чтобы отжать это противостояние, этот шоу-матч. Доказать, что европейцы в кейсе лучше. Но американцы явно с этим не согласны. Да. И вот очередной риск и от европейской команды. Действительно, тоже два АВП. В первом же раунде овертаймов. Очень интересный выбор. Потом будут бегать с пистолетом, если он не зайдет как раз сейчас. Но и что же решают парни? Сначала, конечно, контроль зелени пройдет, а после этого что-то подразыграют. Хотя посмотрим. Может быть, конечно, Беплент пойдет со старту. Ну, пока тяжело прогнозировать. Да, это могут быть разные варианты. Но, понятно одно. Кеннис с девятку отстреливает нормально. Скадудл получает по голове. Но Шраут отличный размен. В мейне находят Кеннис. Он остается красным. По пяткам попали. И Кеннис ноги свои уносит. Да. И уже не все так гладко для европейской команды. Да. 4 в 4. Да. Сейчас можно неплохо отколдиться и попытаться продавить одну из позиций. Но уже мы видим, что Рейн. И вообще потихонечку рампы идут. Но бомба на ноле. Должна сейчас туда тоже перемещаться. Но... Бомба на руках. Без седьмого номера это все не начнется. Ой, как жестко. Шраута принимает здесь обоих. Как-то неудачно сыграли Гитрайт и Рейн. По одному получилось. Вроде бы и вдвоем хотели выйти, но... Но Майки Лелли забирает все-таки Шраута в ответку. И 3 в 2. Кеннис, правда, красный. Мы это уже отмечали. Ждет какой-то ошибки в вентилях. Понимает, что в спине тоже кто-то может быть. Так, Симпл. Попадает по нему Майки Лелли. 20 хп остается. Майки Лелли за Симплом там помчал. Посмотрите моментально. Что там за дверь такая? Короткие длины. Они теперь вот одна дуга образуют. А, как раньше? Вообще папство. Раньше, да, было такое? Да, да, да. Там вообще отдельно еще такая комнатка была. Нет, ну вот отдельно. Но сейчас они соединены в этом фокус. И еще третья нычка есть. Помимо вот этих двоих. Вот это действительно жестко. Ну что скажешь? Американцы выигрывают первый раунд во второй половине овертаймов. Ну теперь уже давайте американцы 3-0. 3-0, 3-0. Ну счет сравнялся. Теперь вот любой команде нужно взять два раунда подряд. И она, получается, победит. Ну да. Ну теперь смотри. Там два авика улетело. Еще одна закупка, еще один бай. Его проигрывают. И в третьем уже атака просто бегает с глаками и дымами. Ну нет, они же бомбу ставят. Нет, ну понятно, понятно. Ну на нюк еще вопрос ставят они ее или нет в таком шоу-матче. Ну вот 5 пулеметов мы еще не увидели, конечно. Или 5 зевсов. Вообще надо было шоу-матч играть. Там в стартмане 16 тысяч понеслась. Хотя такой тоже интересный. Нет, конечно, видно, что вот пик концентрации. Знаешь, никто не хочет ничего отдавать, не допускать никаких глупых действий. Даже Симпл перестал бегать с ножом. Ну вот правда, сейчас накал сохраняется. Итак, друзья, один из очень важных раундов этой половины. Майкель Эли и Симпл встречаются на улице. Каждый делает по минусу. Ну и пока восстанавливается атака. Но тем не менее позиции уже очень важные и заняты. По крайней мере от улицы уже можно всякие интересные сплиты играть. И на точку А, и на точку Б. Ну а мы видим, атака уже может быть и в спине очень быстро. Если сейчас где-то буквально вот Гитрайт, например, еще пару секунд тут полазит. Тут защита может быть в спине, ведь Тарик полез на крышу и за счет этого он забрал Кенниса, который к такому повороту был не готов. И 4 в 3 американцы. Теперь Гитрайт с девятки может удивить своих соперников, но мы видим, что уже его там принимают так же. Прицел от Хика здесь. Симпл, Тарик дает минуса. Все, Гитрайт 1 в 4. Это 18-й раунд и еще один матчпоинт для американской команды. Если нет, Гитрайт всех не убьет. Ну вот убил бы он всех. Наверное, церковь Гитрайт основал бы кто-нибудь обязательно. Ну и так, американцы берут матчпоинт для себя. Это для них хорошие новости. Действительно, теперь всего лишь один раунд для победы. Гитрайт не вижу и оптимизма на его лице. Очень большого. Наверное, скорбит он по этому клачу, который не взял. Но, конечно, Гитрайт один из самых опытных оставшихся игроков на просцене. Поэтому все хорошо. Бай, как ты отмечал, очень неполный. Да, у атакующей команды всего лишь 2 девайса, 3 тека. Ну вот, два АВП взяли американцы, но они там выиграли тот самый раунд как раз один. И у них там все нормально стало по экономике. А здесь, когда это два подряд с двумя АВП, вот так вот нужно бегать при стартмане 10 тысяч. Ну что, это, в принципе, не должно как-то останавливать европейцев. Хотя вот посмотрим дверь. Отличный entry-kill стека. Дальше Майки Лели. Жаут, Симпл. Ой-ой-ой, я думал, что уже серия второй вертайк. Нормально отвечает. Девятка отгоняет ответный молотов от Скадудла. Тот горит и остается красным. 29 кп. Бомбу европейцы должны сейчас ставить Симпл. Запирает Мэйн, но там лежит Смоук. И вот она установленная бомба. Кениус поймает ли тайминг сейчас Симпл. Увидим. Ну и ждут пока что. Пока рассеется дымы ребята на главке. Здесь два игрока защиты. Скадудл, наверное, вот вторым номером выйдет из девятки с авиком. Но тут, видите, под ним тоже проблемы сейчас ему боснец тоже в спину может зайти. И это, конечно, жестко. Если потушат Скадула, тут, наверное, шансов не будет. Да, ну Симпл забирает Кениуса. Это действительно важный минус. Ник, однако, в упоре встречается с Скадудлом, обеспечивая, что ты уже два фрага и спрейдаун на третьего. Это вторые овертаймы. Фантастический шоу-матч. Кто бы мог вообще подумать, что такие повороты нас ожидают. Но вот, вот они. Так, ну что, пять овертаймов спрашиваем. Кениус говорит, почему и нет. Летс гоу пишет Майки Лели. Даже представление игроков сделали. Ну, по-моему, Хика не видел, что написал. Но, по-моему, он что-то пошутил, что я и так переигрался с этими овертаймами в групповом этапе. Там, опять же, вспоминаем матчи против команды Флипп Сайт, например. Ну и повтор. Конечно, Ника, который поставил точку. Ну, друзья, еще одна серия. Может быть, что-то придумают веселые организаторы. Там, по одному, например, там, или сейчас на ножах. Он будет решающий. Ну, посмотрим. Либо будут продолжать играть эти серии овертаймов. Ну, вот, наверное, сейчас и принимаются решения. Что же делать, да? Потому что... Ну, еще 25 минут до начала гранд-финала есть. В принципе, еще одни овертаймы позволить себе можно. Это только мышку настроить 25 минут, пока прийти. В Гвардиану, да? Да, да, да. Поэтому плюс эти процедуры, выходы, представления, интервью. В общем-то, ребята, все мы понимаем, что старт финала немножечко задержится. Но это нормальные вещи, что матч идет. Все мы здесь и так надолго собирались, по идее, сегодня такую игру посмотреть. Отложили все дела в сторону. Отличный день у нас, вечер. Не такая уж и поздняя игра будет финальная. Вообще, самый классный, наверное, самый крутой прайм-тайм киберспортсменов. Ну, может быть, он чуть пораньше, но, опять же, время идеальное. Воскресный вечер. Исторический матч абсолютно. И, конечно, все фанаты КС и киберспорта должны приковать максимальное внимание к этому матчу. Ну, не к шоу, конечно. Хотя, что матч тоже вот у нас приобретает любопытные ипостаси. Да, да, да. Да, вот как-то вот, возможно, организаторы не думали о том, что может вот такое происходить в шоу-матчах. Там овертайм и вторая серия овертаймов. И, тем не менее, нет, мы продолжаем. Все нормально показывают нам два овертайма по три раунда. Десять тысяч, как мы понимаем, по-прежнему старт мани. Да, это было видно на экранах. Вообще, вот даже если взять последний раунд, да, второй половины, мы видели, что европейцы собирались его сливать. Они вот банально пропушили точку. Вот пуш, знаешь, скрип, вагон с пистолетами. И да, вот он раунд, который залетел, с которым американцы не справились. Ладно, американцы продолжают играть в защите. Европейцы атакуют все еще. Там, помнишь, парень на будке, вот он должен был там тушить всех и заканчивать игру. Но опять же, теки его очень быстро успокоили. Слишком открылся, подставил там голову. По идее, мог сыграть просто великолепно. Тут пока что абсолютно спокойная ситуация для защиты. Минус от Таррика, минус от Скадудла. И носа высунуть европейцы вновь не могут в раунде за атаку. Ну что, 3-0. Вот, наверное, какой-то уверенный раунд поможет кому-то победить. Сейчас к этому ближе американцы. Ну, к уверенному раунду так точно. Да, они уже делают два минуса. И, опа, симпл, выход. Все, вот раунд закончился уже, можно сказать, не начавшись. Разве что клатч какая-то ситуация, да, или розыгрыш 2 в 5. Я думал, это уже кто-то идет резать Кенниса в очередной раз в этом матче. Нет, это был свой, все нормально. Не попадает Кеннис. Его и так убивают очень легко. Минус от Тарика. Ну и Ника пойдет сейчас еще побродит по низу. Может быть, кого-то подловит либо в вентилях, либо на б-планте. Нет, возвращается на зелень. И видит скалу. Замечает. Должен был замечать ее. Да, увидел, решил не стрелять. Ох, сколько. Сколько сладких есть на улице. И Ника разбирается со всеми. Практически осталось отстрелить товарища на ящике. Но нет, товарищ убегает. Ну, Тарику там могло прилететь, на самом-то деле. Это Тарик, да? Если бы Ника еще вот в прыжке там голову эту цепанул бы, это был бы сумасшедший момент. И ситуация 1 в 2. 23 секунды до конца раунда. Бомба есть, но позиции ужасные. И отлично выходит Шрауд. Четкий тайминг. 19-18. 1-0 во второй серии овертаймов. Опасно, опасно. 19-18, да. По фрагам. Ну что же. Ника 36-35. Гетрайт. Они лидеры у сборной Европы в этом шоу-матче. Ну, и видите, 33-симпл. Он лидер у американской сборной. И вот он момент еще раз от Ника нам показывает. Очень классный. Вот третьему, если бы вот здесь, вот в прыжке, когда чекал Тарику. Ай, не показали нам. И вот как захолдился, не стал стрелять по скале сразу, да. Не стал стрелять по другой подсадке сразу. Он четко выверил тайминг. Один, второй, вот как терминатор. И что, очередной раунд мы видим пушем на точку А с плитом. Однако здесь позиции американцами заняты иные. И эти позиции, конечно, не оставляют европейцам шансов на успех. В общем-то, пуш проваливается. Главку Тарик великолепно отыгрывает в очередной раз. Минус два. Остается Майкель, Эликеннис, снова авик и калаш. Ну и, в принципе, вот здесь сейчас, наверное, одну бомба в точке. Ну что ты сделаешь? Ну и у Тарика, конечно. Нужна какая-то, знаешь, кошка такая. Чик, закидывать и тащить назад плент такую в дверь. Тогда бы она, может быть, и спасла пока что четкий размен. Уверенная игра от защиты. Да, очень красиво. Кеннис сейчас со скрипа выкурил вот Тарика, да. Тот понимал, что Тарик, наверное, стоит в углу. Ну или кто-нибудь. И вот он, Молотов от двери. Фишечки вот в этом плане не изменились. Остались те же. И Майкель, Эля, вот. Да, показывает новые тайминги. А там парень говорит, мы все знаем. Привет. Привет тебе. На тебе, Молотов, выходи из девятки. Ну что же, отличный эпизод от Шрауда. И вообще, Молотов классный на 9. Только что мы увидели. 20-18, 2-0 во втором овертайме. Действительно, 3-0. Это уже почти победа. Но, опять же, Аура Ликвид была в основное время. 15-12 был счет за, опять же, северноамериканской командой. Но парни играли за атаку. Им было тяжело взять тот самый последний раунд. Да, я думаю, они сами проорали с этой ситуацией. С аналогией со вчерашним днем. Но проблема у европейцев по бае все же есть. Это система МР-3 10 тысяч. Там европейцы, проиграв два подряд, не могут закупиться полностью. Ну и что? Очередной быстрый выход на... Теперь уже со сплетующим в улице. Или нет? Рампы пойдут? Пока что они халдят и резко рампы. Но здесь и дым. И сначала до этого был Молотов. Но Скотуду ошибается. Падает вниз. Но, по крайней мере, не отдался. И это уже неплохо. Но позицию продавили. Симпл в спине. Симпл на респауне своих оппонентов. На Т-спауне бежит с ножом. Но Майкель Лелли как хорошо находит Костелева. 5 в 4. Но здесь вот Симпл, по-моему, переиграл. Да, здесь нужен был... Нет, но на самом-то деле они отдавали там немножечко улицу. Ему нужно было там принимать. Но из-за того, что он был без девайса, он просто действительно, да, переиграл и получил минус. А сейчас нужен был очень сильно от него entry kill. И, в принципе, 3-0 уверенный счет нам бы, возможно, гарантировал уже победу одной из сборных. Например, американской. Но пока все идет, возможно, к раунду от атаки и очередной серии овертаймов. К очередной же серии овертаймов. К третьей, да? Ну, 2-1, так вы понимаете. Все скользкие счеты. Да, очень. Особенно с учетом того, что американцы же во второй половине будут в атаке играть. Мы уже поняли, что это сложнее в рамках этого матча. Но пока размена на точке А. Скадудл все-таки забирает хитро. Ого, очень опасно. Но нет, Гитрайт угомонил. Скадудл убрал бомбу и знает, что игрок девятки видел. Видел, видел, что упал Гитрайт. Ну, теперь просто попадает, тащит раунд фантастически. 3-0. Если бы не Скадудл, то, возможно, финал был бы попозже, друзья. Но Скадудл говорит, все нормально. Капитан Америка спасает ситуацию. А ведь рампы не принял. Ведь промахнулся. Но ушел. Собрался и реабилитировал себя полностью. Да, 21-18. Теперь американцев один раунд из трех нужно выиграть, чтобы одержать победу в этом шоу-матче. Ну, и это будет хорошим его завершением, как по мне. Ну, что-то хорошее должно случиться, например, для Хика и Симпла. И для американской публики. Действительно, вчера, я не знаю, вот такой вот непростой матч. Даже вот он прошел, и все равно ты пытаешься его как-то анализировать. Но никакому анализу не поддается вот та ситуация, в которой были ликвы 15-9, 15-6. Еще вот 15-9 можно понять, но 15-6 на своей карте нельзя. Вот это вне понимания вообще человеческом. Ладно, последний раунд, как мы и сказали, американцам остался до победы. Но европейцы просто так сдаваться не собираются. Между прочим, смотрел обзор этой карты, очень классные прострелы здесь остались. Вот уже девятку с улицы, например. Ну что же, Кеннис, первый минус в раунде. Но Шрауд сразу отвечает, только я хотел сказать, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, Симпл от Ника. Вот это вот ножичек. Не знаю, за бразильцев там залетел. Вот это ножевого мастера порезали. Ника уже второй, кстати, фраг в рамках этого матча делает с ножа. Это хороший показатель, как по мне. И, в общем-то, американцы... Ого, ну тут так выгнулся, конечно. Недоволен он игрой своей сборной в этом раунде. Немного йоги. Может быть, немного йоги, да. Да, спину защемило. Все-таки профессиональный геймер. Тарик и Хика пытаются все еще разыграть в связке этот раунд и поставить в нем точку. Кстати, 2 в 3 есть все шансы сейчас успешно разыграть и закончить этот шоу-матч. Потому что, ну, слишком много овертаймов тоже не хотелось бы смотреть. Все-таки Na'Vi, бразильцы. Уже ждут. Уже ждут. Все ждут уже этот матч. Ну что, отлично. Хика дает минус. Ну что же, 2 в 2 ситуация. Просто берешь раунд и победа. Американская сборная All-Stars. 1 на 1. Но нет, нет, нет. Кеннис говорит, подожди, Хика, подожди. Еще немного. Еще два матч-поинта есть. Ну вот нельзя просто столько клатчей вытаскивать, да, там, за буквально одни сутки. Поэтому здесь Хика не повезло. Ой, вчера вторая карта там вообще. Вот мне ребята писали, говорили, что Хика после тех сумасшедших клатчей потом за вторую сторону всего 2 фрага сделал. Да, вот это то, на что мы не обращали внимания, но это тем не менее было. Ну, ого. Ты посмотри, он с первого раза-то еще по спине не попал. Да, да, да. Со второго, да. И нам показывают. Порезали в капусту все же Симпла. Отомстили за так, наверное. Наверное, за фрикозоида. Ну, в общем-то, было сегодня уже несколько ножей, несколько также Зевсов. Ну и смотрим, выход действительно на Аплэнт. Отлично выбирают, убирают Рейна, что творит сейчас эта американская команда. Отлично, без потерь выходит на точку. 82, вот, больше всего, по коцере Симпла. Ну и начало неплохое. Гитрай десантируется с девятки, но больше одного минуса сделать не получается. 4 в 3. Точка в целом занята. Бомба валяется сейчас. Вопрос. Да ладно! О, Симпл второго, второго нужно резать. Давай, Нос бежит за Кеннисом, езжешь. Симпл все-таки мстит. Он просто встал. Он понял, что это его раунд наконец-то. Мы дождались этого от Симпла. Не злитесь Сашку, потому что Сашка будет злиться. Это победа американской сборной. Доволен собой. Костылев, конечно же, в пятюне хика. Красавцы оба сыграли. А где ножик на экране? Давайте, ребята. Все-таки Сашке показывали в ответ тоже. Тут двойной должен залететь. Вот он, вот он. Идите сюда, родные. Это жесткая ситуация. Это просто... Кенниса второй раз порезали. Ох, Кеннису, конечно, не повезло. Гитрайт. Гитрайту что-то не понравилось. К чему это, говорит Сашка? Ну, не понравилось и ладно. Главное, что Симпл порадовал. Итак, этот шоу-матч был действительно хороший. Ник улыбается, порезали друг друга, парни. Это самое главное. Напомню, что им обоим по 18 лет. Оба они являются весьма перспективными. И в каком-то плане даже лучшими игроками своих команд. Ну что же, друзья, в принципе, спасибо командам, игрокам за это шоу. Спасибо вам, что готовитесь пораньше смотреть этот финал. И ждете, конечно же, Na'Vi и Luminosity, которые совсем скоро будут играть. Ну а пока что мы передадим слово нашим аналитикам. Я еще, возможно, там окажусь. Если будет время, мы разберем с вами как раз Fantasy Team на сегодня. Он довольно простой будет. Ну и, конечно же, гранд-финал, который ожидает нас совсем скоро. Слэм-страйк будут его для вас комментировать. Что же, не расходитесь. Сегодня будет исторический матч. EGB.com Ты точно знаешь, кто победит.